Для сохранения в городе троллейбусного сообщения, которым многие харцизяне и не без основания гордятся, мало ремонтировать видавшие виды машины. Требуется еще и сохранять в рабочем состоянии токопроводящие линии, которые со временем неизбежно выходят из строя. К масштабным работам по замене аварийных участков контактной сети в городе бригада коммунального предприятия «Харцизк Электротранс» приступила еще минувшей весной. За полгода в Харцизке обновили троллей на улицах Краснознаменской, Шалимова, Гайдара. Сегодня специалисты предприятия меняют контактные линии по улице Чумака. Общая протяженность троллейбусных маршрутов в Харцизке составляет 22 километра. Многие харцизяне считают, что поездка на троллейбусе – это и удобно, и выгодно. Ежедневно на линию выходят шесть троллейбусов, которые перевозят за день больше тысячи пассажиров. А между тем, троллеи в городе были проложены еще в прошлом веке и нуждаются практически в стопроцентной замене. Отсутствие на предприятии необходимых материалов долгое время стопорило начало ремонта. Лишь после крупной гуманитарной поставки из Российской Федерации специалисты «Харцизк Электротранса» смогли приступить к работам по замене изношенной контактной сети. В связи с тем, что образовалась такая трудность, были составлены списки на гуманитарную помощь. Ее получили конкретно 2 километра контактного провода. В связи с тем, что у нас выбрался один участок, улица Чумака, ближе к торговому центру. Мы решили его в первую очередь заменить. По улице Чумака бригада «Харцизк Электротранса» уже заменила около километра контактных линий. Параллельно на участке обновили и так называемые спецчасти сети. Занимаемся по субботам-воскресеньям, потому что у нас короткий день, чтобы успеть за световое время, чтобы по ночам не работать, максимальная освещенность. Поэтому суббота-воскресенье троллейбусы до 15 часов. И после 15 часов выезжаем и занимаемся ремонтом контактной сети. Дальше будем продолжать еще замену по этому же участку, только туда, ближе к самолету по улице Чумака. Ну а в планах еще дальше менять, кроме контактного прода, еще спецчасти контактной сети по всему городу. После того, как работы на Чумака будут завершены, ремонтная бригада намерена перейти на улицу Филатова. Именно на этих двух участках и был выявлен наибольший износ троллей, утверждает Олег Ганжа. До начала холодов «Электротранс» планирует заменить в Харциске еще по меньшей мере 700 метров контактных линий.